Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить игру Яга. Итак, давайте выберем следующее задание. Следующее задание, я думаю, выбрать про хвост. Мне нужен хвост белой коровы, у пастуха есть белая корова, я должен поговорить с ним. И вот он пастух. Скорее всего, я думаю, корова почему-то у него все мертвые лежат, у него, похоже, какая-то беда случилась. Сейчас будем ему помогать. Я разорен. Эта деревня проклята. Я проклят. Что здесь произошло? Какая-то подлая тварь забила всех моих коров, пощадив лишь одну самую маленькую и мою самую любимую. Иван, ты сильный, умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Из нее я обречен на смерть, у меня больше ничего не осталось. Так, 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 корова белая? Где твоя белая корова? Она убежала, мой белый луч солнца. Самая белая корова, которую я когда-либо видел. Чудища угнала ее. Чтобы это ни было, она отправилась за ней в лес. Иван, ты сильный, умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Из нее я обречен на смерть, у меня больше ничего не осталось. Так. Так, 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 так. Старик, возьми себя в руки. Я сейчас же отправлюсь в путь. Верни мне мою белую красавицу. Свет моих очей. Прошу, поспеши. Так, ну что, отправляемся, значит, на поиск белой коровы. Странно, потому что мне нужен будет хвост от этой белой коровы, но сейчас мы ее спасать будем. По идее, по идее, я думаю, он вряд ли согласится, отдаст мне хвост. Отдать мне хвост этой коровы. Попробуем, что там будет. Так, мы очнулись, может, что-то сремонтировать можно, починить и забрать. Да, вот это мы починим. Это нам чинить не надо, но... Все, выходим, значит, идем дальше. Выходим. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он отправится сейчас? Мы отправляемся за хвостом. Будем искать эту белую корову, которая убежала. Что же там за чудище-то такое? Что убило всех коров? Может быть, волк какой-нибудь? Первый. Волк. Зубами щелк. Так, посмотрим, куда придет эта дорога. Так, это у нас что? Алтарь, посвященный Макоши. Смотри, какое уморитворенное выражение лица. Так, сделать подношение. А какое подношение ей можно поднести? Умиротворенное. Умиротворенное, умиротворенное. Окровавленный ботинок. Нет. Давайте пятилисты к леве расставим. Ничего не происходит. Наверное, я ей просто не понравился. Подношение не то было. Но, ладно, не угадал. Так, враги. Так, я думаю, надо оружие поменять. У меня же есть там молд. Нормальный. Так, а ты не кидайся. Пока проходит все гладко. Так. Вот этот. Вот этот молот мы и оденем. Золотой. Пусть будет золотой. Так, вот, печка. В печке всегда есть хлеб. А хлеб восстанавливает нам здоровье. Поискать. Так, и давайте еще что-нибудь подарим. Так, вино выпейте, чтобы укрепить свое тело на некоторое время. Так, восстановить силу воли. Это чернобога. Выпейте, чтобы получить защиту от нечисти на некоторое время. Давайте вино дадим. Вот, два, две буханки хлеба нам сойдет. Теперь у нас четыре. Так, это кто? Это у нас поступок. Приветствую тебя, кузнец. Что делаете? Что делаешь в наших землях? По-моему, я ему уже помогал. Так, я здесь по важному делу. Хочешь помочь? А я надеялся на твою помощь. Но я не знаю, как тебе помочь. Уверен, в своих путешествиях тебе встречались разные люди. В том числе и хорошенькие девушки. Такие, на которых жениться не грех. Так. У тебя есть жена? Я потратил все деньги на поиски жены. Объездил все земли в надежде, что хоть кто-нибудь пойдет за меня. Но ни одна баба не захотела. Говорят, слишком уродливы. А что насчет чести? Что насчет трудолюбия? Я такой страшный, что лучше бы любовь и вправду была слепа. Так, мне пора идти. Прощай, кузнец. Понятненько. Это просто стоит человек, который просто стоит. Так, а тут что такое? Тут какая-то слепая крестьянка и ручной медведь или что это? Я слышала человеческие шаги. И почувила запах солдата. Так. Так, солдата. Солдат? Почему так думаешь? Все солдаты пахнут металлом. Как и ты. Но я не совсем похож на солдата. Увы, не могу увидеть точно. Я тебя не вижу. Ничего не вижу. Я слепая. Чуть не спустила на тебя пса. В общем, она говорит. Вот этот пес, это... Это медведь маленький. Это не пес. Поезд твой друг, медведь. А, это объясняет, почему он сожрал мою кошку. Неважно. Главное, что он мне помогает. В прошлом году мои родители умерли. С тех пор я кручу по дому. То сделать все не успеваю. Мой друг держит воров на расстоянии. И все же, я бы хотела, чтобы кто-нибудь составил мне компанию и помогал по дому. Я так одинока. Тебе нужно общество. Да. Кажется, ты неплохой человек. Поэтому поверю, что и он поможет мне составить компанию. Вот тебе кое-что для тебя. Доброго пути. Ого, сколько нам не давало. Да, сейчас я человека. В общем, я немножко побуду сватом. Я такой страшный, что лучше бы любовь и правду была слепа. В конце концов, тебе воздастся по заслугам. Ты о чем? Так, есть одна... Неподалеку отсюда я встретил слепую девушку. Она совсем одинока и нуждается в помощи по дому. Не знаю, как облагодарить тебя. Пиздец, я уже потерял всякую надежду. Удачи тебе во всем. Доброго пути. Так, ну вот и свел я два одиноких сердца. Сердца. Так, здесь прохода нету. Да, здесь прохода нету. В общем, свел я двух молодых людей. Теперь они будут жить долго и счастливо. Надеюсь. Так, а тем временем у меня тут бой с врагами. Ой-ой-ой, ты спал мне попал. Так, отлично. Пока справляемся. Пока все проходит гладко. Всех жуков, тараканов, волков, медведей, разбойников уничтожаем всех. Так, вот и опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да что ж вы так кидаетесь камушками-то, больно. Надо как-то поаккуратнее. Вот, с медведем я думаю справлюсь. Да, с медведем справляемся легко. Он по скрипту дерется. То есть в определенные у него действия все одни и те же постоянно. Так, я думаю здесь надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как меня... Блин, вот эти кабаны. Да что ж такое. Так, а жизни у меня совсем мало. Тогда мы съедаем хлебушек. Да, с медведем справляемся легко. Я на самом деле очень мало использую этот трезубец. Хотя очень хорошая штучка. Она у меня станет врагов. Оглушает. Так, поискать. Сейчас в печи ничего нет, блин. Ну и дать не особо сейчас пока нечего. Да что ж, оооо, это тяжело будет. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, ну вроде справились слегка. Сломанная подкова у нас. Ну, это было не сложно. А вот и наша награда. Яйцо с двумя желтками. Так, а вот она и норка есть с секретиком. Так, пятилистый клевер. Старое зеркало. Так, и руна. Руна сварога. Потом посмотрим, куда мы можем ее... Где мы можем эту руну использовать, что она дает нам, какое улучшение. Так. Ой-ой-ой, опять этот кабан В общем, кабана надо как убивать? Мы его притягиваем Он у нас получается оглушенный на одну секунду И за эту секунду нам надо его убить Он у нас не особо толстый Жизни у него мало, не так уж много Поэтому за одно притяжение и одно оглушение мы его убиваем Так, а это что такое? Здесь мы не пройти, но я могу А как этот кабушек сломать-то? О, мы его притянуть можем Секретик какой тут маленький Так, нектар, перуница и железная руда у нас Так, еще одна печка Так, ну Так, давайте поищем В печи ничего нету Выйдем Похоже здесь тупик Да, здесь тупик Давайте теперь отправимся В обратную сторону Здесь мы все разведали Ничего интересного нету Нету тут белой коровы Так, взобраться Так, крушащее дерево, кипящая лужа К луже нам надо Пойдем Сейчас в другую сторону Вот, дорога у нас вниз Вниз Вправо куда-то она ведет Тропинка Пойдем, значит, в эту сторону Ого 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 Тут правда оборотень какой-то Так, ну Хлебушек у нас есть Да, это должно быть чудовище Очень крупное Или может быть Просто очень крупный медведь Так, ну тут маленький медведь всего лишь Э, белая корова мертва Вот ее хвост Я нашел только хвост Рядом никого не было Кроме этого медвежонка Так, украсть коровий колокольчик Ну атаковать Это, скорее всего, у нас получается И вот окровавленный весь колокольчик Язык, рот медвежонка Ну что же Надежды не оправдались Что это за шум? Ого Ого Так, восстанавливает хп Медведь Не надо Ну это Не совсем медведь Это оборотень у нас получается Лапа послужит доказательством Смерти этой твари И ее силы И что это лапа дает? А, ну это как Еще один предмет Которым атаковать можно Ну хорошо Теперь у нас есть Лапа медведя Так, мы Везде, значит Побыли Все поизучали Выходим Отправляемся в деревню Судьба Ивана Зависит от его выбора Это новая способность У нас сейчас будет Ему научился Иван Встать Суд идет Враги Ударенные серпом Становятся Оглушенными Угу Совершение Должных поступков Помогает Вам расти Вы Учитесь Быстрее Когда убиваете Нечистые существа Стойкость Полезна Для выживания Увеличена Максимальная Выносливость Давайте Давайте выберем Второе Совершение Должных поступков Помогает Вам расти Будем Быстрее набираться Опыта Так сказать И хлебушек Лежит Так Смастерить Смастерить У нас есть Лапа Что она делает Есть ли Кто нибудь Сильнее Медведя Толкайте Им Врагов Или Предметы Так Оттолкивают Врагов В общем Этим Предметом Можно Толкать Врагов Но Это Не Атака Отменить Да Так А стоп А починить Я могу Чиним Чиним Все Максимально Все Починили И Выходим Теперь Отправляемся Значит В деревню Да Это Дорога Домой Отправляемся К пастуху И Сообщаем О том Что Корова Мертва Белая Но я думаю Хвост Мертвой Коровы Ему не нужен Но он оставит Нам его Таким Таким образом Мы добудем Все Два Подношения Для Бабы Яги Иван Я нашел Тварь Убившую Твою Скотину И Уничтожил Ее Вот Ее Лапа В качестве Доказательства Благодарю Тебя Кузнец Только Моя Любимая Корова Поскорее Бы Вернулась Обратно Иначе Мне Совсем Ничего Будет Есть Ох Погоре Мне Я нашел Так Я нашел Тушу Я нашел Тушу Рядом С Медвежьим Убежищем Рядом Был Этот Колокольчик Моя Любимая Жизнь Моя В общем Плачет Очень Сильно Плачет Так Ну И Все Получается Хвост У Меня Где Инвентарь Вот И Хвост У меня Есть Белые Коровы И Испорченное Сено Мешочек Теперь Со всем Этим Можно Идти К Баби Еге Баби